60 годов тому Гомельский завод «Коммунальник» починал свою деятельность с ремонту помповых установок и вытворчасти в уличных колонок. Сегодня это один из наиболее вытворцев широкого ассортимента обсталявания для жилево-коммунальной господарки нашей краины. Тут вырабляют водограйные котлы, которые работают на разных видах палева, и разностаивные котельные обсталявания. Продприемство пропануло весь комплекс послуха, от створения проекта до сдачи котельной под ключ. Одним знаком деятельности так само заявляется выраб супер пожарного обсталявания. Шмат годовый опыт, працы, квалификованный персонал, сушасные технологии, бесперапынный контроль вытворчего процессу, гость головные ориентиры предприемства, минавитые они и дозволяют Гомельскому заводу «Коммунальник» выпускать продукцию высокой якости, запотребованную как у Беларуси, так и у Российской Федерации, Казахстане, Туркменистане и краинах Балты. Завод «Коммунальник» делает объекты под ключ. У нас есть большой спектр работ. И люди, которые здесь работают, это, наверное, самое главное, что у нас есть. У нас есть свое конструкторское бюро, у нас есть свое проектное бюро, у нас есть свои монтажники. С прошлого года мы начали заниматься и строительством, в том числе. Мы прокладываем наружные тепловые сети. Святкование юбилея Гомельского завода «Коммунальник» разгорнулося в областном палаце творчества «Детей и молоди». Под часу расшистости улевшие працавники предприемства были узнагороджены гоноровыми грамотами от Министерства жилево-коммунальной господарки Республики Беларусь и Гомельского Абл-Вэконкама. Это люди, которые отказно, добросумленно и с любовью ставятся до своей працы. Я пришел на производство в 2004 году и работаю вот уже 12 лет. Моя работа – это моя семья, это моя жизнь. Коллектив у нас замечательный. Много молодых ребят, умных, креативных. Поэтому мы, я думаю, свернем все горы, поставленная перед нами задача. Под час юбилейной урочистости у адрес работников Гомельского завода «Коммунальник» со сцены улучшали слова подяки, для у всех присутных ладился святошный концерт. Покинуть свои самые ширые веншавания, кожный жадающий мог и на импровизованной стене пожаданил. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Максим Славин, Валерий Гопанько, телерадио «Компания» Гомель.